Теперь называется «Самые маленькие гномы». Любите ли вы мультики так, как любит их Екатерина Казарова, воспитатель детского сада номер 44 «Дружок» из поселка Подосинки. Причем она их не просто любит, а считает мультфильмы самым универсальным средством решения различных образовательных задач. Я люблю мультфильмы с детства и до сих пор с удовольствием их смотрю. Но именно такой интерес к мультфильмам, как к средству воспитания, пришел с рождением собственных детей. Я поняла, что мультфильм действительно может помочь мне в воспитании, и именно наши старые добрые мультфильмы. Я стала своим детям показывать наши старые мультфильмы, и потом решила, почему бы мне не использовать это в своей работе с детьми. Идея внедрить в свою работу мультфильмы оказалась очень удачной, так как дети с радостью погружаются во все предлагаемые воспитателем обстоятельства. К примеру, сейчас воспитанники сада «Дружок» увлеченно путем проведения различных опытов ищут силу, которая позволила бы создавать мультики, да так, чтобы не было видно рук. С помощью мультфильмов на основе просмотра мультфильмов мы с детьми играем, рисуем, лепим, ставим опыты, эксперименты, театральные постановки. Мы общаемся с родителями и совместно проводим социальные акции. Весь свой накопленный опыт Екатерина Казарова вложила в программу по социально-коммуникативному развитию детей «Волшебное окно». представила эту программу в конкурсе «Воспитатель года». Сначала на муниципальном уровне, а затем, как победитель, вышла с ней на областной этап. Достойно пройдя все задания, Екатерина Казарова была признана лучшим воспитателем в Подмосковье. И теперь, в конце сентября, она будет представлять Московскую область на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Само участие в конкурсе предполагает семь этапов. Часть этапов заочные – это создание, подготовка видеоролика о себе, работа с интернет-сайтом, его наполнение. И следующие этапы – они очные. Это представление своего опыта, педагогическое мероприятие с детьми, мастер-класс с педагогами, обсуждение этого мастер-класса с жюри и педагогический дебат. Этапов очень много и подготовка очень серьезная. На этапе подготовки к конкурсу Екатерина Казарова придумала вот такую организационную модель под названием «Мультиград» со множеством различных объектов. Дети путешествуют по этому «Мультиграду», выполняя то или иное задание. Такой необычный город можно смело назвать «Находкой Екатерины Казаровой». И эту находку она в скором времени представит на всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Продолжение следует... Продолжение следует...